Добрый вечер дорогие друзья! Мы находимся в студии НВК Сахам, которая на ближайший час станет эпицентром мирового шашечного спорта. Да, это действительно так, ведь через несколько минут в этой студии, вот за столом, который буквально сейчас перед нами находится, начнется, я не побоюсь этого слова, суперматч между чемпионами мира, это Матрёна Наговицына, республика Саха-Якутия и Тамара Цикужина, республика Башкортостан. А мы хотим напомнить, что суперматч по шашкам проходит в прямом эфире на телеканалах НВК Саха-Якутия 24, а также на телеканале БСТ Уфа. Кроме этого, за игрой, опять же, в прямом эфире вы можете наблюдать на нашем YouTube-канале. Но прежде давайте разберемся и уточним нашим телезрителям, что же получит победитель сегодняшнего суперматча. Ну, во-первых, и самое главное, по моему мнению, это, конечно же, титул триумфатора сегодняшнего вечера, ну, а помимо этого, так сказать, приятный бонус, я назову это так, это, конечно же, сертификаты денежные, победители получат сертификат на 150 тысяч рублей, проигравшие на 50 тысяч рублей, сертификаты от целевого фонда будущих поколений республики Саха-Якутия. Призовой фон 200 тысяч рублей, друзья. Ну, а пока многократные чемпионки мира готовятся к суперматчу, предлагаем обратить все внимание на музыкальный номер ансамбля якутской музыки Кыл Саха-Оркестра национальных инструментов Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева Кылола. 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 Майколог. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 в мастерской игре, потому что мы знаем, что у нас есть очень много международных гроссмейстеров, у нас есть чемпионы мира именами, которых мы гордимся, но воучию наблюдать за их игрой не всегда приходится. Поэтому желаю сегодняшним участникам удачи, победы и телезрителям насладиться красивой и динамичной игрой. Спасибо. Я хочу предоставить слово Сардане Васильевне Поповой, начальнику управления целевых программ некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия». Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы вновь собрались в этой студии. Фонд будущих поколений ведет свою деятельность для формирования физического, интеллектуального, духовного, творческого потенциала детей и молодежи благодаря нашему партнеру акционерной компании «Алроса». Мы поддерживаем интеллектуальные виды спорта такие, как «Шашки», «Шахматы», «Го». Все это ведет к развитию наших детей и молодежи. Будем ждать результаты. Спасибо, Сардана Васильевна. А сейчас мы хотим пригласить к нашему микрофону Юрия Никифорова, вице-президента Федерации шашек Республики Саха-Якутия. Разрешите мне от имени многих шашистов Республики Саха-Якутия выразить благодарность фонду будущих поколений за поддержку, за проведение таких интересных матчей. У нас многие спрашивают, почему в Якутии так много чемпионов. Я иногда отвечаю, потому что у нас очень много ветеранов, таких как Николай Николаевич Ставинов, Дмитрий Васильевич Сиромятников, которые здесь присутствуют. Они до сих пор активно работают, судят, проводят многие соревнования. Я сегодня хочу выразить, еще хочу поздравить нашего Гаврила Гавриловича Колесова с днем рождения. Сегодня у него день рождения. Совсем недавно он пришел тоже с золотой медалью. Гаврил Колесов, Николай Стручков и Николай Гуляев стали чемпионами мира командном турнире Болгарии. Надо сказать, что у нас есть дети, школьница Сардана Просимова, студентка первого курса Кондратьева Даяна, они тоже в чемпионате мира в составе команды России заняли серебряные медали. Вот поэтому активно наши и молодежь, и ветераны участвуют, вот поэтому у нас развивает этот вид спорта. Так, желаю, чтобы вот хотел бы сказать, что некоторые данные мы посчитали здесь. За последние 10 лет наши прославленные чемпионки мира встречались 18 раз до этого. 12 раз они сыграли в ничью. 4 раза победу одерживала Нагвистина Матрёна, 2 раза Тамара Танцакужина. И так счет плюс 2 пользу нашей Нагвистиной. Будем ждать сегодняшний результат. Желаю, чтобы была игра интересная. Все будем ждать результаты. Пусть победит сильнейший. Илья Егорович, спасибо большое. Но прежде чем уже мы приступим непосредственно к матчу, конечно же, всегда хочется задать резонный вопрос. А судьи кто? Действительно, все-таки, это матч, его нужно судить, его должно судить компетентное жюри. Итак, мы рады представить вам главного судью матча международного арбитра Иннокентия Андросова, а также главного секретаря матча международного арбитра Дмитрия Сыромятникова и спортивного судью всероссийской категории Гаврила Винокурова. И раз мы уже заговорили о судьях, нельзя упустить шанс попросить главного судью этого матча Иннокентия Михайловича объяснить нам регламент выявления победителя. Уважаемые дамы и господа, позвольте огласить регламент сегодняшнего матча по стоклеточным шашкам по молниеносовой программе. Матч состоит из трех партий. За победу партии участник набирает два очка, ничья это одно очко. Победителем матча становится участник, набравший четыре очка. Если участник выиграл первые две партии, тогда третья объявляется победителем и третья партия не разыгрывается. Контроль времени пять минут до конца партии каждому участнику и плюс три секунды за каждый сделанный ход. Если по итогам трех партий победитель не будет выявлен, проводится тайврейк, то есть дополнительные матчи партии до первой победы по системе Лемона Георгиева с контролем времени пять минут на все партии, плюс две секунды за каждый сделанный ход. Перед началом проведем жеревьевку, кто играет белыми и черными, но и окончание отведенного игрового времени фиксируют сами участники. Вот сегодняшний такой регламент матча. Спасибо. Спасибо, спасибо, Иннокентий Михайлович. Ну что ж, мы приступаем к самому важному, самому главному моменту сегодняшнего эфира. Мы с большим волнением и удовольствием приглашаем в студию участников суперматча. И первой в эту студию приглашается Тамара Тенсыкужина, международный гроссмейстер, семикратная чемпионка мира, которая прибыла на суперматч из республики Башкортостан. Ну и немного, конечно, биографической справки все равно хочется. Родилась 11 декабря в набережных Челнах Татарской АССР, занималась в шашечной секции при Доме Пионеров с 8 лет, российская шашистка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по международным шашкам, чемпионка мира 2019 года, вице-чемпионка 2021 года. В 2001 году ей присвоено звание международный гроссмейстер, с 2002 года живет в Уфе, представитель игроков-женщин во Всемирной Федерации Шашек, председатель исполкома Федерации Шашек Республики Башкортостан, избрана заместителем председателя Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан. А теперь мы приглашаем в студию ее соперницу Матрена Наговицына, международный гроссмейстер, действующая чемпионка мира, Европы и России. Матрена родилась в селе Мугудай Черопчинского района и шашками начала заниматься с 1999 года. Матрена воспитанница Чуропчинской Республиканской спортивной средней школы интерната, которую она закончила золотой медалью. Матрена Наговицына, международный гроссмейстер, гроссмейстер России. Тренируется у Кычкина Николая Николаевича Александра Сергеевича Георгиева. С 28 июня по 14 июля в Таллине состоялся чемпионат мира по стоклеточным шашкам среди женщин За звание шашечной королевы боролось 16 сильнейших спортсменок мира. И якутянка, международный гроссмейстер Матрена Наговицына с 23 победными очками обеспечила себе звание чемпионки за тур до окончания чемпионата. Сегодня она является действующей чемпионкой мира 2021 года. Насколько мы знаем вы уже не раз услышали что не первый раз вы встречаетесь за одним столом не первый раз вас ожидает противостояние и поэтому я думаю примерно знаете кто как играет какие тактики стратегии возможно будет применять. Да, конечно мы давно встречаемся и очень хорошо друг друга знаем и Матрена очень сильный игрок именно вот в эту программу даже было время когда у него был один из самых высоких рейтингов он котировался даже среди мужских рейтингов и я уверена сегодняшний матч будет очень интересным у меня впервые такой опыт участия в прямом эфире надеюсь что эта традиция будет поддержана и у нас в республике но предлагаю телезрителям находиться игрой и пусть победит сильнейший Матрена мы видим что вы пришли к нам в студию не с пустыми руками расскажите пожалуйста что вы принесли для кого это добрый вечер я бы хотела сначала поблагодарить нашу республику за организацию такого интересного матча и приветствовать нашу гостью Тамару Михайловну и преподнести вам такой сувенир якутский якутскую печь камилек это символ домашнего очка тепла и уюта спасибо ну так мы наверное уже не будем тянуть просим спортсменов занять свои места ну и как говорится пожелаем чтобы победил сильнейший Иннокентий Михайлович сейчас проведет ритуал жеребьевки и таким образом мы выясним кто будет играть белыми и кто черными так Тамара играет черными Матрена белыми ну а за всем происходящим будут наблюдать комментаторы суперматча это Андрей Калмаков международный гроссмейстер и Николай Стручков исполнительный директор федерации шашек республики Саха-Якутия также является международным гроссмейстером Так нам доску нам не видно А, все, порядок Так Николай начинай Или еще рано пока Добрый вечер Уважаемые телезрители Телезрители Сегодня мы станем свидетелями суперматча по международным шашкам между двумя чемпионками мира Матрена Наговицына и Тамарой Танцикужиной Комментировать будет Андрей Леонидович Калмаков Межурный гроссмейстер чемпион Европы многократно чемпион России Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Уважаемые любители шашек Как мы видим уже игра началась Белыми играет Матрена Наговицына У нее центр Центральная позиция Матрена именно любит играть центром Старается всегда захватить центральные поля Ну да А как раз Тамара Михайловна Танцикужина любит как раз такие немножко позиции с позиционными изъянами Да И она любит немножко такое чтобы позиция была не совсем необычная чтобы пытаться запутать соперницы И вот как видите вот сейчас черные построили такой интересный треугольник на правом фланге И сейчас вот сейчас вот будет борьба как бы двух стратегий Белые будут стараться занять центр а черные попробуют захватить фланг правый фланг Андрей как ты оценишь у кого ну я бы ну вот мне не понравился вот этот размен сейчас Матрена поменяла вот эта шашка шашка 24 все-таки это был объект для игры мне кажется надо было и вокруг этой шашки продолжать играть сейчас как бы у черных какой-то нет вот левый фланг у черных сейчас достаточно хорошо расположен и можно все силы направлять на правый фланг какой-то и обратить внимание что вот у белых на правом фланге рогатка такая так называемая стоит в принципе она нужна для того чтобы бороться с шашкой 23 которая стоит в центре у черных но шашки 23 пока нет поэтому получается что она пока вот эта рогатка как бы немножко неудел так очень аккуратный размин пока первая партия развивается спокойно пока видимо не хотят рисковать как мы видим на часах матриона есть преимущество во времени но это пока не критично небольшой запас 30 секунд есть но позиция пока простая поэтому не думаю что это проблема серьезная раньше у нас были такие матчи формате такого формата были супер укороченным временем когда было всего по 3 минуты а тут этот раз можно по 5 минут стандартный контроль блица можно есть время чуть-чуть подумать так что сейчас смотрю она грязи сделал очень такой активный ход я думал что будет спокойная партия но она видимо собирается играть активно продолжает тут есть небольшой изъян в позиции черных шашка 8 отсутствует поле 8 свободно их не хватает чувствуете что там должна быть шашечка находиться тогда было бы красивые колонны по-прежнему белый владеет центром видимо в удобный момент белый собирается поставить так называемого кола и черные как раз это почувствовали и решили помешать ходом 15-20 на 14-20 и теперь и сейчас вот как раз у черных неплохая ситуация перейти в не а скорее всего в классику перейти сейчас поменяться будет размером вероятный 20-24 и довольно-таки должна быть выгодная классика белым надо будет играть аккуратно вот как мы в общем-то угадали до черные видимо поменялись сейчас на 2 на поле 24 и будут стараться зайти в классику да но прям прямым путем сразу не зайти потому что будет белый построить рогатку то есть надо еще пока сделать выжидательные ходы черным чтобы правильно получилось шашку 5 да перевести а может быть они еще хотят так называемую подкову проводить на правом фланге в общем несколько да но вот этот ход профилактический он все равно полезен и все равно надо было сделать чтобы для защиты шашки 24 хорошо бы нам еще показали какой сейчас там время ситуации по времени у них по 3 минуты примерно но самое интересное будет разворачиваться в конце когда будет обоюдный цепь нот пока соперники маневрирует как бы ждут как когда какой-нибудь из соперников более совершит ошибку старается как бы работать на своей половине поля вот матрион решает понимая что намечается классика и делает правильный ход чтобы уйти да чтобы уйти избежать опасной классики наверно но сейчас не он делать как на убил наверно ног и смысл поменяться 2 на 2 назад если безопасно получить ну вот так тоже в принципе можно размены никуда не делись так вот сейчас важный момент закроется белая липы будет меняться все-таки решает играть поспокойнее держаться равно то есть пока партию соперники друг друга держит на дистанции да старается не входить ближний бой ну так у белых есть существенная слабая шашка 45 от столы немножечко слабая шашка 36 возможно она сможет войти в игру но силы черных расположены более так центрально более гармонично и более когда более компактно поэтому можно сказать что инициатива легкая инициатива у черных так сейчас я буду тут на месте черных бы наверно можно было пойти 1923 такой мне кажется неплохой активизирует шашку тоже у белых поле 43 ослаблено стало мне кажется это будет 1420 тоже принципе хорошо смотрится придерживает шашку 45 от столы ну все равно сейчас вот все равно должно быть получиться мне кажется сейчас вот если после после разменов черный придутся например на 17 то скорее все получится за классика где переразить у белых туда вы должны давать инициативу черным явно больше свободно . четкий ход такой то сейчас уже твердо сможет кое-что инициативу черных но уже цитнота серьезные осталось будет по одной минуте у каждой ну так на глазок трудно сейчас посчитать но переразвитие видно что у белых есть мне кажется материал может даже тут получится что как бы здесь у белых все-таки контроль над двумя флангами получается в классике иногда бывает что и такие позиции переворачиваются и в пользу белых сейчас когда черных требуется какой-то может быть точных план какой-то возможно какие-то выпады надо будет искать тут кстати интересный вариант если там черный брать более спокойный ход 3 9 укрепляющий фланг но пока тут так получается что непонятно может быть даже позиции начинают переходить в пользу белых да по моему как-то контроль над обеими флангами осталось у Матрена полторы минуты у Тамары Михайловны 40 секунд очень рискованный ход как мне кажется там кстати есть интересные варианты жертвы шашки но он за черных будет проигрывать похоже когда когда 3-4-3-3-3 черные отдадут и нападут и как мне кажется тут что-то тревожная ситуация у черных вот если она сейчас сделает точный ход белыми тричь то по-моему да а нет все таки не стало не рискнуло а почему она не сходила ну она испугалась жертвы наверное не увидела контрудара там 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 какие-то нюансы нюансы так сейчас кажется все таки там наверное черным надо будет пожертвовать через два хода так это самый простой наверное путь к ничьей похоже к этому и идет да то есть первая партия похоже скорее всего закончится в ничью можно сказать разведка боем такая произошла да ну действительно матрина по-моему вот когда остановилась 34-30 да вот мне кажется был реальный шанс выиграть да куда там ходить черного непонятно не знаю не знаю не знаю не знаю оставался 1.6 что ли хватит такой на бардик но все-таки 50 нот немножко обострилась их же инициатива у черных в окончании осталось 15 секунд смотрю ну там вроде 30 ну и есть проблема как зафиксировать ничью наверное правильное решение отдали шашку чтоб поспокойней чтобы шашка могла идти еще и направо ну хотя сейчас черную уже вторую шашку выбираю ну в общем нас еще ждет такая сложная ситуация так вот соперница осталась по 10 секунд по 11 секунд они с преимуществом черных в окончании похоже все-таки должны закончиться ничьей да можно было попытаться хотя бы напасть на шашку да дамкой надо было можно было попробовать отрезать шашку партия заканчивалась ничью да счет 1-1 ну надеюсь сейчас вот первая партия немножко получилась мне кажется немножко нервный да если как-то соперенную я думаю сейчас между микропартиями и мы пользуясь этим перерывом хотели бы предоставить слово хотелось бы во первых отметить что напряженная борьба была очень я впервые с таким интересом наблюдал за шашками ну а вообще да у нас много сегодня гостей в нашей студии хотелось бы тоже с ними немножко побеседовать я бы хотел пригласить сюда первого заместителя министра по физической культуре и спорту республики саха якутия бугаева александра николаевича ну александр николаевич вообще да сегодня мы уже было упомянуто что у его республики очень большой потенциал в части шашечного спорта вообще как сегодня обстоят дела именно с подготовкой может быть спортсменов доступностью этого вида спорта добрый день дорогие друзья ну действительно шашки у нас в республике являются одним из базовых видов спорта у нас 13 базовых видов спорта вот один из них шашки и сегодня мы нужно признать то что шашки это вообще самый медалоемкий вид спорта в нашей республике то есть ежегодно наши спортсмены республики ежегодно в родную республику в копилку очень много ну очень хороших результатов медали приводят в родную республику и один из скажем так массовых видов спорта сегодня по официальной статистике более 7 тысяч людей занимается вот этим прекрасным видом спорта шашки действительно хорошие показатели особенно говоря про медалоемкость спасибо большое так а я хотела бы задать вопрос опять же пользуясь перерывом старшему тренеру сборной команды России по шашкам личному тренеру Тамары Танцекужина Юрий Чертог Юрий Владимирович здравствуйте мы знаем что 6 лучших спортсменов мира по шашкам имеют башкирскую прописку скажите пожалуйста как так получилось это воспитание характер гены менталитет может быть так получилось что когда я прибыл в республику организованных игроков было крайне мало а в тот город которым я который я попал вообще не было ни одного квалифицированного игрока ну наверное надо любить игру и тогда полюбят и ученики и появится больше лучших спортсменов по шашкам отличный пример это Николай Николаевич Кычкин основатель школы якутской по международным стоклеточным шашкам вот они результаты налицо спасибо Николай Николаевич мы тоже хотели бы задать вопрос спасибо Юрий Владимирович ну как мы уже сказали хочу спросить задать вопрос заслуженному тренеру в России республике Саха-Якути личному тренеру Матрёны Наговицыной Николаю Кычкина ну вопрос на самом деле пускай будет до банальности простой тем не менее являясь личным тренером что все таки нужно в чем секрет чтобы воспитывать чемпионов ну терпение главное усидчивость тренера или спортсмена терпение тренера и наверное работоспособность ученика спасибо спасибо Николай Николаевич ну а сейчас у нас начинается уже вторая микропартия да я хочу напомнить еще раз что за всем происходящим на шашечной доске сегодня за этим столом наблюдают комментаторы суперматча это Андрей Калмаков международный гроссмейстер и Николай Стручков исполняющий исполнительный директор федерации шашек республики Саха-Якутия также международный гроссмейстер так начинается вторая партия разыграна голландская партия довольно популярный дебют ну тут Тамара Михайловна избирает все-таки более спокойное продолжение боя на 30 и сейчас у черных как бы центральная более центральная позиция белые стараются при случае перехватить центр разменом на 28 если получится или разменом на 27 как сейчас вот Тамара Михайловна сыграла в принципе можно сказать что даже уже легкая инициатива уже у белых так 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 вот у черных есть как бы проблемы с с развитием шашки 5 она немножечко застряла там а нападать на это чтобы развить шашку на 25 то получается отдаешь темпа и есть проблемы с правым флангом опять таки это рогатка немножечко застряла там как бы не у дел то есть поэтому надо как-то черным опять решать какие позиционные проблемы вот опять смотри она применяет знакомый размин но очевидно что инициатива у белых да уже в дебюте опять более гармоничная позиция у белых опять таки вот эта рогатка отдельно стоящая она как бы не у дел это говорит о каком-то ну о домашней подготовке я думаю нет у Тамары Михайловны дебют отработан очевидно мне кажется да а вот Матрена мне кажется как бы немножко не готова была к этому ну все равно это как бы игра только началась все впереди еще да конечно если поставить программе эту позицию она скажет что примерно равная позиция нули пока не да ну я так все равно вот опять видимо стратегия Тамара она ведь этим нападением хочет подарить черным четыре темпа черные должны по идее поменяться и попытаться и опять попытаться зайти в классику либо можно сейчас так еще неплохо смотреть сход 43-4 сначала да и тут уже выбор либо с разменчиком как бы ослабляет центр черных либо опять таки пытаться зайти в классику либо опять таки пытаться зайти в классику Тамара выбирает третий в принципе такой вариант тоже возможен намечается размен на 29 кстати по моему там заготовы комбинации на 8-12 но она правда скорее всего все таки не опасная но на всякий случай Матрена решила подстраховаться но сейчас убила вполне комфортный заход в классику то есть сейчас можно спокойненько пойти 37-32 и 33-28 и явно будет инициатива так инициатива инициатива А вот этот ход может быть тоже чуть-чуть поспешно с Д-14, потому что как минимум белые могут выгодно поменяться на 29, если они вообще не хотят рисковать. Потому что если заходить в классику, то есть проблема, что там черные будут на правом фланге готовить атаку. Если совсем себя обезопасить, то правильно, вот Тамара Михайловна так и делает. Ну и, в общем-то, четыре шашки на правом фланге у черных, они как бы застряли. Ну да, проблема еще черных, что не хватает шашки на поле 15 у черных. И теперь белые могут строить рогатку. Так, а вот этот ход, не знаю, может быть, я бы пока подумал, может быть, и не рисковать немножко, и не ослаблять фланг-то. То есть она отдала возможность как бы... Не, ну я пошел бы сначала в 44-40 посмотреть, что можно сделать. А так сейчас какая-то есть шанс у черных построить пушку справа. И попытаться там давить, например, сейчас ход 12-17 какой-то есть. Там подтянуть, да? Ну да. Шашку 8. Да, и вот, кстати, Матрена, видимо, подслушала и делает этот ход. Ну я, кстати, вижу, у белых неплохой ход есть. Выпад на 22 и потом ударить на 29. Довольно-таки неплохое решение, может быть. 27-22, да? Ну да, потом ударить на 29, и как-то у меня есть проблемка. Но Тамара не рискует. Сейчас белые, наверное, построят рогаткой. Все-таки, наверное, должны поменяться, сохраняя легкую инициативу. Примерно по 2 минуты у соперниц осталось на часах. Да, на часах равенства по времени. Ну, например, он тоже выбирает более спокойное решение. Да, уже позиция упростилась. Ну, естественно, надо меняться. Можно и... Ну, наверное, все-таки вперед. Все-таки это 6 темпов. Выигрывают белые этим разменом. Поэтому это такое хорошее... Николай, кто у вас? Да. Вы рукой, да? Здесь двигаете. Так, старайтесь рукой здесь не трогать ничего. Так, у белых построили такой домик в центре. И сейчас будут, наверное, где-то будут... Либо они будут нападать на шашку 24, либо делать выпад на 23 или на 22. Ну, при аккуратной защите черных, то проблема быть не должна. Черным надо как-то так в линии выстраиваться, чтобы так не создавать слабости каких-то. Ну, уже небольшой цепнотик намечается. У Матриона минуты 20. Я думаю, что все-таки еще обострение будет тут. Атаковать все-таки легче, чем защищаться. Тем более, когда мало времени. Ну, наверное, хочется все-таки такой... Да, вот этот ход, полезный такой ход. Придерживая шашку 45. И белым придется потратить... Разрушить домик и все-таки потратить время на то, чтобы ввести шашку 45 в игру. Тут можно пойти 45-40 и сделать выпад, но там есть, может быть, контур-шансы и у черных. Поэтому более безопасно напасть, наверное. Ну, а если нападаешь, то это практически соглашение на ничью. Так что, 11-17, потом пытаться меня отобрать, это как? Ну, да, да. Ну, да, 11-17, конечно, хочется пойти. Да, вот, кстати, сейчас, может быть... Опять ситуация может обостриться. Потому что выпад не выглядит таким уж безоблачным. Так, по-моему, там уже меньше минут осталось все пирать. Даже по 40-45 секунд. Или все-таки черные особо не могут зацепиться за 22, да? Если 17, то 37-31, наверное, возьмем. Ну, там, где-то 20 секунд преимущества. Инициатива у белых. Ну, да, в таких случаях, когда испытываешь недостаток, черные стараются выстраиваться в линию. Так как бы избавляться от слабости глобальных таких. Ух, вот этот ход такой. Какой-то слишком, мне кажется, жесткий. Теоретически немножко подвисание какое-то есть. Но мало времени, Матрена. Ну, уже какой, получается, возможен даже перехват. Да, вот хорошее решение 17-21. Сейчас от белых требуется какая-то точность. Есть проблема. Так, Тамара приклейку нашла. На нападение будет приклейка на 20. И все-таки нападает. А, нет, приклейки-то. Да, не получается. Это значит, что, наверное... Ох, неправильно сыграл. Наверное, 13-18 сразу выигрывал. Сейчас какой-то все равно аншпиль возникнет. Так, тут у нас немножко технический сбой. На диаграммке шашки исчезли. Но мы видим доску. Похоже, все-таки Тамара спаслась. Я нашла. Да, ну, ход упустил опять. Второй раз подряд Матрена упускает шанс в концовках. Так, дорогие друзья, у нас вновь небольшой перерыв между микроматчами. И мы, опять же, пользуясь этим перерывом, хотели бы предоставить слово главному тренеру сборной Якутии по шашкам Гаврилу Колесову. Гаврил, приглашаем к нашему микрофону. Поздравляем вас в первую очередь с днем рождения. И, Гаврил, мы знаем и помним, что 4 года тому назад... В этой же студии. В этой же студии вы принимали участие в нашем суперматче. Какие-то есть отличия, какие-то, может быть, ностальгия, может быть, у вас немножко замучила? Да, добрый вечер всем. Я два раза здесь играл, в студии. Первый микроматч был с Николаем Стружковым, и второй с Сергеем Белышевым. Ну, в студии играть, конечно же, очень волнительно. Но мы сейчас смотрим за матчами, и со стороны виднее. В первой партии по дебюту некоторое преимущество было у Тамары, нашей гости. И в конце получилась равная позиция, и партия закончилась ничьей. А во второй партии по дебюту равенство, но в конце у Матрёна был шанс на перспективную Эншпель. В конце у Матрёна была хорошая возможность победить, но сейтнот, нехватка времени, вот это и сказалось. Я думаю, был шанс выиграть. Спасибо, Гаврил. Ну, и мы ещё хотели бы поговорить сегодня с ветераном спорта, 13-кратным чемпионом Республики Саха-Якутия по шашкам, Николаем Николаевичем Савиновым. Николай Николаевич, здравствуйте. Вот ваши впечатления от сегодняшнего матча. В первой партии, надо сказать, инициатива была у Тамары Танцакужиной, а во второй инициатива была у нашей стороны, у Матрёны Наговицыной. Ну, я хочу сказать, что вообще, по идее, сегодня должна, как местный товарищ, должна выиграть наша Матрёна, потому что на её стороне молодость, действующая чемпионка мира, и на недавнем чемпионате мира она уверенно за один тур до конца турнира завоевала звание чемпиона мира. Это очень много чего говорит, так что будем надеяться, наши болельщики, сидящие здесь, которые смотрят по телевидению, а также присоединятся ко мне. Спасибо. Ну, а мы начинаем третью микропартию. Напоминаем, что сегодня суперматч по шашкам между Матрёной Наговицыной и Тамарой Танцакужиной проходит в прямом эфире на телеканалах НВК Саха и Якутия 24, а также на телеканале БСТ Уфа. Также за игрой вы можете наблюдать на YouTube-канале. Партия по схожему сценарию. Матрёна захватывает центр. Тамара Михайловна опять будет стремиться заходить в классику или фланговую игру. Ну, пока счёт 2-2. И сейчас третья, можно сказать, решающая партия. Кто-то, кто выиграет, будет победителем матча. В случае ничьей будут уже дополнительные партии. По системе Лемана Георгиева до победы будут играть. Будут играть на оставшееся время, то есть очень быстро будет длиться партия в течение 1 минут, скорее всего. Нет, подожди. Первая же сначала 5 поставят, плюс 2. Первая партия всегда долгая будет. А, первая, то есть четвёртая партия будет полноценная? Четвёртая всё равно будет полноценная. Так, после дебюта всё-таки инициатива у белых. Всё-таки у чёрных есть шашка 6, они отсталые. И как бы они силой белых более лучше развиты. Опять сейчас, смотрю, она собирается построить домик в центре красивый. Не знаю, зачем Матрюн тут думает, вроде бы всё очевидно, зачем тратить время. Ну вот, белые как раз построили красивый домик в центре. Эх, мне кажется, зря. А, ну вот сейчас надо обязательно сделать вход 3127. Нет. Вот её на немножко... Но всё-таки все стараются немножко аккуратно играть, да. То есть... Да, ставки-то высоки. Но всё равно вот сейчас уже твёрдая. Тем более решающая партия. Такая явно твёрдая инициатива у чёрных. Ой, у белых. Да, потому что у них всё красиво, левый фланг у них всё развит хорошо. Есть объект шашка 2-4 вокруг, который можно строить игру. То есть... Ну да, вот, наверное, хорошее решение. Правда, я бы вот всё-таки побил бы, скорее всего, на 29 бы побил бы. А так всё-таки очевидно сейчас подставляется под размен 1.17, 17-22. Да, на 29 как-то... Да, на 29 был бы хитрее, более. И смотрелось как-то... Вот сейчас, наверное, всё-таки белым нужно сделать ход 31-27. Я бы это сделал, чтобы всё-таки избежать хода 1.17. 1.17. Как мы только что видели по часам, тамара почти минутная фла. Ну, скажем так, преимущественно уже... Ну вот, тамара восстановила контроль на поле М24, но всё-таки неполноценный, потому что ещё надо добраться до классики. Похоже, у неё получается всё-таки. Опять по схожему сценарий проходит партия, да? Это у белых при развитии, а чёрные заманивают белых в классику. И похоже, что вот, можно сказать, что опять инициатива у чёрных. Опять у Тамара, да? Опять у тебя. Ну что же, почти большая минута, да? Разница во времени. Ну, вот этот ход мне не понравился, потому что, и видишь сразу, она боялась хода 1.17. И как только Тамара сдвинула шашку 12 на 18, её сразу спаслила размен. И теперь уже шансы на уравнение хорошие. Потому что тут можно много разменов сейчас организовать. Так, ну всё равно, инициатива у чёрных. На Парашу сход 24 на 14.20. Всё равно видно у белых при развитии. Да, да, да. Какое-то им надо сейчас белым какое-то резкое движение сделать. Чтобы какой-то выпад найти в удобный момент, может быть. Вот, например, кстати, на 14.20, то, может быть, всё-таки есть шанс даже... Вот, 1.6. Неэстетичный ход. Ну, сейчас проживый. Шашка пропала. Плохо... Шашку... Она вышла за край каждой доски, поэтому... Технический сбой небольшой, шашку не видно. Но она там есть, мы знаем. Да, теперь... Сейчас ход 14.20, наверное, хороший у чёрных есть тут. Такое оригинальное решение. Ну, в нём какой-то тоже смысл есть в этом ходе. Ну, то есть, она ждёт, когда можно 12.17 пойти? Ну, да. Вот, например, 43.39, возможно, хоть, наверное, 12.17 получается. Если удар-бомба не проходит... А он не проходит, кажется? Ну, вроде бы, хотя бы... Поэтому Матрена задумалась. Да, уже две минуты преимущества. По времени Тамара. Это уже довольно существенный. Как бы сказал. Наверное, кстати, хорошее решение, пожалуй. Ну, да, тут удары не проходят. Сейчас, в общем-то, они уже могут потом ходить 43.39. И здесь даже при случае перспективы, где у белых, может быть, лучше ситуация сложится. Если опять у белых контроль над двумя флангами. Ну, возможно, там... А, нет, не стало забираться прощения, да? Могла вот эта бомба. Примерно. А сейчас уже... Упасно. Так, вот тут, возможно, наверное, насчет выпад по гестому... Есть размен на 21 будет, да, и, по-моему, там, может быть... Поэтому гестом... Выпад по гестому не проходит, скорее всего. Ну, или, как минимум, там будет даже хоть 28-22 на контр-гестом будет. Поэтому... Ух... Замешивают шашку на 9. Да, нас ждет интересная концовка. Вот эту белую. Позиция сложная. Скорее всего, все-таки интуитивно, мне кажется, позиция лучше у белых. Не, мне кажется, однозначно лучше, нет? Ну, вот надо решить проблемы с гестемом. С гестемом там... Блин, на 48 уже гестем может быть и нормальный быть. Угу. Так, смотрю, она вообще 15 секунд его осталась. Да, и, наверное, проще все-таки как-то поменяться на 21 и просто зафиксировать ничьи, попытаться... Нет. Не хочет. Ну, черных... Есть ход 12-17, но тогда будет ход, наверное, 39-34, да? И, получается... Есть гестем. Выпад по гестему. Но... Ситуация там сложная получается. Трудно понять, у кого лучше. Но очень мало времени у Матрёна на 10 секунд на такую позицию, это, конечно, очень рискованно. Да, очень интересная партия получается. Там на гестем какая-то есть тактическая операция намечается, может быть, 23-29-48-43, 18-23-27-21 удар такой. Ну, там разменный. Ну... Наверное, все-таки надо делать гестем. Нет, строить рогатку. Да. А сейчас, да, на 34. Ага. Ну, да. 39-34. Уже... У белых. Ну, только у Матрёны всего 5 секунд. Проводит разменный удар Филиппа. Там у неё шашечка на 6, но как-то вроде бы... нет, опять, похоже, не сходятся в позиции, да. Чуть-чуть. А, нет, есть красивый вариант. 1-17, есть 1-26, 7-26, 21. И там контрудар будет. А, нет, контрудар не срабатывает. Просто 32-28. На 14-19 есть ударчик, поэтому Матрёна... Ой, на Тамару вот... Да, опять, похоже на 4 на 4, выиграть очень сложно. Ну, снова у Матрёна было в окончании преимущества. Не будет, то есть, всё-таки не на одну минуту будет, да? Просто мне... Нет, при случае ничьей четвёртая партия начнётся с контроля 5 плюс 2. Так же, это будет полноценная партия. Итак, третья микропартия у нас завершилась, опять же, ничьей. Поэтому мы ждём четвёртую партию. Она будет заключительной, зарешающей. И по традиции в перерыве, да, мы пообщаемся с нашими гостями. Сегодня у нас в студии находится немало молодёжи, хоть и молодые они, но уже серьёзно увлекаются. Есть у них серьёзные достижения, увлекаются также шашками. Это Сандара Апросимова, мастер спорта, чемпионка Европы среди женщин по шашкам. И Амелия Бурцева, победитель первенства России, Европы и мира. Амелия, Сандара, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, давно ли вы занимаетесь шашками и почему именно этот вид спорта вас привлёк? Я занимаюсь шашками с первого класса. Сперва я начала с Ая Владимировича, а потом перешла к Ивану Олеговичу. Амелия, вот как давно ты занимаешься шашками? Сколько тебе сейчас лет, и вот когда ты впервые начала играть? Мне сейчас 9 лет, и я начала заниматься шашками в 5 лет. А кто вот научил тебя? Меня научил мой дедушка, а потом я перешла к своему тренеру Аялу Владимировичу, а после перешла к Ивану Олеговичу. Ну и вопрос такой, наверное, ну может быть опять же глупый, банальный, но мечтаете, может быть, однажды оказаться на подобной же партии, стать её участниками? Конечно, я думаю, много кто мечтает об этом. Это будет опытом, а также очень интересно. Я думаю, что это обязательно случится. Сегодня вы за кого болеете? Сегодня я болею за Матрёну Степановну, я всегда ей восхищалась, и Тамара Михайловна тоже всегда восхищалась. Амелия, расскажи, пожалуйста, про свою самую интересную яркую игру, вот с кем она была, и когда это случилось? Поближе микрофона подойди, пожалуйста. Захарова и Кристина, наверное, скорее всего. А кто выиграл в тот раз? Ну, иногда я выигрывала, иногда она выигрывала. Ну что ж, мы желаем вам успехов в вашем стремлении, и опять же надеемся, что однажды вот за вашей игрой мы будем в таком же формате наблюдать. Ну, а мы уже готовы приступить к решающей партии. Так, начинается четвертая решающая партия. Все, все. Теперь уже с контролем пять минут и плюс две секунды за каждый ход. и это время уже потом до конца, до победного конца, в общем, когда кто-то выиграет. Поэтому соперницы как бы с самого начала уже ускоряются. Стараются накопить побольше времени. Да, пока упростили игру соперницы, стараются делать такие. А вот сейчас Тамара Михайловна проявила активность, видимо, услышала. И решила, скажу, что она настроенно решительно поставила кола на поле 24. Ну, точнее, это тычок, потому что нет шашки у черных на поле 25. Да, поэтому получается... Ну, пока он не особо опасный для черных, поскольку слабости в позиции черных нет. А, нет. А, нет. Показывается здесь. В какой-то мере даже можно сказать, что... Вот сейчас такой, я бы сказал, небрежный ход это белое сделали. Можно было попытаться заизолировать тачка. Ну, что сказать, три закончившиеся партии в ничью свидетельствует о том, что сегодня силы у нас равны. Действительно, соперницы высочайшего класса играют. И вот эта, по-моему, четвертая партия идет к тому, что будет быстрая ничья. Такое ощущение, слишком много разменов. Сейчас, если матрена поменяется назад, то можно... А, нет, все-таки... Надо было, может, не... Можно было подписывать мирное соглашение. Но сейчас какая-то игра завязывается все-таки. У черных отдельно стоящая бортовая шашка 25, не очень хорошая. Поэтому опять инициатива... Это моя, да? Хотя сейчас вот интересный момент, что черные могут попытаться зайти в классику. То есть, обычно Тамара Михайловна заходила в классику, то теперь поменялись ситуации и черные, в принципе, удачно нашли момент и заходят в классическую связку, так называемую. Где у белых тоже есть переразвитие. Я, кстати, не думаю... Тут вроде очевидно сейчас продвижение шашек 15 на 24, захватить пункт 24 важный. Белые собираются поменяться на 31 и там как бы контролировать ситуацию на том фонарге, чтобы так не особо рисковать. Мне это кажется визуально очень равная позиция. Тут уже... Или есть какие-то... Некоторая точность требуется от черных, мне кажется, все-таки. Если белые как бы на просторах уйдут, то получится центр у них владения. Поэтому... Какие-то надо точные... Вот, например, сейчас белые заготовили размен 2 на 2. С легким преимуществом за белых. Поэтому, видишь, приходится, смотри, они перекрывать этот размен. Но путем некоторого ухудшения позиции. Так, ну, черные, наверное, хотят построить так называемый Олимпик, колонну из трех шашек на правом фланге, чтобы потом как бы уйти из классики при помощи размена 17-22. Белые, наверное, тоже немножко неточно сыграли. Им надо было как раз парировать построение Олимпика. Да, как раз могли успеть, да? Да. Вот сейчас бы они, если бы не тратили время на ходы на правом фланге, то, наверное, успели бы подстроиться. И вот черные строят Олимпик. Сейчас намечается размен 17-22. Даже в какой-то мере я бы сказал, что у черных уже стало поприятней. Например, сейчас, мне кажется, требуется, если пойти 9-14, то от белых требуется какой-то точный ход. Например, 49-44. Да, вот смотрю, она делает ход 9-14. И вот сейчас важный момент. Ну да, вот если партия закончится в ничью, то они будут играть на оставшееся время. Да, то есть, если у соперницы останется 10 секунд, то она будет играть с 10 секундами следующая партия. Ну, как обычно, нас все-таки ждет, наверное, какая-то напряженная концовка. Ну, когда, думаю, да, когда останется, придется играть на малом контроле, когда по 10 секунд, то, конечно, будут ошибки. Кто-то ошибется наверняка. Да. Да и, кстати, в этой партии еще, мне кажется, не все так. Тут довольно заманчиво, может быть, перевести шашку 3 на поле 14, 3-9-9-14, провести такой маневр, чтобы там такую колонну создать. Ну, да. 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 Матрена долго думает над ходом, но действительно ее трудно понять, как бы не видно, как схватить позиции Белых. Может быть, есть смысл пойти как-то 20-25. Но позиция простая, конечно. Вряд ли Тамара Михайловна ошибется. Есть такой вариант пойти 49-44-39, белые нападают 27-21, 9-14, бой-бой, и есть жертвы шашки 35-30 и нападение. И там... Хотя черный успевает там построить... Там можно просто 11-16. А, да, 11-16, да, он уже есть точно. То есть получается... Сейчас надо решить либо нападать, либо 49-43 пойти. Ну, Тамара Михайловна времени достаточно, поэтому, я думаю, сейчас она все взвесит. Так, Белым, наверное, надо делать выпад на 22, да? А на 22 какая-то есть комбинация. Ну, она, скорее всего, не... Хотя... Ну, в общем, Тамара, в любом случае, решила 49 шашку. А, вот сейчас есть... А, нет, комбинация еще не получается. Одного хода не хватает. Да удара 23-29. Угу. Опять вот у нас ждет интересная концовка, да, вот? Вот теперь надо вызвать. Ну, в общем-то, в концовках у каждой были всегда шансы были на победу, да? То есть все равно обострять ситуацию не бывает, что так получается все спокойно может проходить. Сейчас у Белых есть четкий ход 32-27 и, как бы, как минимум у них не хуже. Не делай этот ход. Вот этот ход мне как-то не нравится, потому что шашка на 39 зависла у Белых. Да, и вот Матрена. Ну, теперь... Но все равно 32-27. Размен. Размен, да. Дело идет к ничьей. Чемеля. Хотя там... Ну, опять, по-моему, легкая инициатива у Белых к концовке будет сейчас. Смотри, не приходится переходить в Беншпилл. Ничего. Ничего. Ну, вот сейчас будет как раз пятая партия будет, но вот у Матрена остается 20 секунд на партию, а у... Да, даже теперь... Тамара Михайловна 56 секунд. То есть, определенный перевес все-таки довольно-таки по времени большой, Тамара Михайловна. Поэтому... Сейчас, наверное, шанс Матрена очень быстро разыгрывать дебют, чтобы немножко накопить время. Да. Ну, а если быстро разыгрывать, то есть шанс ошибиться. Так. 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 Матрена, кстати, хорошо разыгрывает дебют. Здесь... Как мне кажется, небольшая инициатива у Белых. Здесь... Так. Ну, вот, кстати, Матрена уже накопила времени. У нее уже 47 секунд там. Да, как вы помните, осталось чуть больше 20, да? Так. Так. Похоже же, опять инициатива переходит к черным. Там начинает сказываться большое количество темпов у черных. И, видите, черный строит такие мощные колонны ударные. Сейчас еще будет построение домика в центре, наверное. Наверное, это шанс для Тамары. А, нет. Что-то она сбирает спокойное такое продолжение, да? Не желают рисковать участницы. Все равно у черных как-то приятнее изоляю. Нет, даже... Тут как бы есть проблема с... В принципе, вот уже есть прорыв. Практически он выигрывает, наверное. Размен на 30 выигрывает. Но там... Но она не спешит, может быть. Следующим ходом собирается. Еще улучшила позицию. Ну, а теперь можно попытаться подвязать. Ай, все равно 15-20 как-то. Мне непонятно. Сейчас какой-то грозит. Нельзя ходить 1-16 из-за простого ударчика 28-22. Да. И тогда... И есть проблемы. И 3-8 тоже нельзя. Ну да. Приходится делать этот ход. Вот. А, хитрый план. Она хочет пойти 31-27 и ударь. И проводить уже удар 27-22. без шашки прорыв. Есть проблема. Вот так. 21. Так, теперь получается у черных преимущество снова стало. Потому что контроль над флангами у черных. Да. И время уже... И вот это уже опасно. Меньше 10 секунд. Есть удар у черных какой-то. Не стало проводить. 9 секунд, Матрёна, и позиция плохая. Да. Ну, возможно, там и сходится в пользу такое. Я тут посмотрел. Вроде бы не совсем сходится в пользу черных. И исход может быть 12-17 какой-то. Ох, тут это рисковый, наверное, какой-то ход-то. Тамара Михайловна, помню, что-то серьезно ошибка допустила. Да. Есть удар на большинство 13-19 переклейка. Но это опасно. Меньше уже. 50 секунд. Видимо. Ну, фаза глубокая. Какая-то цветная, да? А, позиция-то опасная. Тамара Михайловна-то. Оп. И сейчас будет ход 39-33. Но там, правда, прорыв. Но там прорыв. Какая-то дамка поставить. Не может ставить дамку. И вторая шашка в дамке пошла. Но не совсем пошла. Ну, вроде бы получилось как ничейное окончание. Можно было одно, да? Две дамки на большейки, а к сожалению, они выигрываются. Ничья. Ничья. Ну, как мы видим в окончаниях, в большинстве у Матрёны преимущество получается. В большинстве партии. Да, но как-то шанс она... В этот раз была очень близка к победе. Не, но позиция у меня была опасная, над признательством. Не точный ход Тамара Михайловна сделал. Он куда-то на 21. Так было бы шансы, вроде бы, все равно преимущество этим бил. А, ну да. Так. До этого хода, конечно, было преимущество. Тамара. Так, ну поэтому, поскольку мало времени, соперники играют попроще. Ну, у нас уже, если так констатировать, то опять ничьих. По дебюту инициативы вроде бы у черных. У черных, да. Опять белые идут в классику. И есть опять заход в классику намечается. Ух, какой-то ход мне не понравился какой-то он. Ну и Тамара Михайловна почему-то не стала в классику заходить. Скорее всего, инициатива опять у черных небольшая становится в центре черные. У нас опять пару шашек не видно. Да, у белых технические небольшие. Да, у нас технический сбой, да. Но мы видим доску, поэтому... Абонир committee, все-таки что-то написано. И именно мы делаем в passing, Абонир бомбирует то, что у нас идет просто. Три-три. Три. Три-три. Чик-три. Три-три. 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 В, Дри-три. Белые построили полурогатку, по идее. Новая инициатива должна быть у... Ну, мне кажется, полурогатка не так страшна тут, все такие. Ну, у черных вроде как центр даже, может быть, будет перехват в итоге. На секунду опять. Опасный ход делает, мне кажется, Тамара Михайловна. Потому что фланга нету, правый фланг белых-то ослаблен без шашки третья. А вот, эх, смотри, она обошла ловушку коварно. Ну, черных там совсем мало времени. И жертва сейчас у черных, она находит, смотрю на ее. И это шанс какой-то опять. Все, там моя победа. А, попался. Ну, это победа же. Ну, матч заканчивается с победой Матрёны Наговицыной. В шестом, шестой партии. В напряженной партии, да, Матрёна, конечно. Ну, тут сказал, сказался ответ, но… Ну, она все-таки многократный чемпионка мира не боится. То есть, она, конечно, сохраняет хуй на крови. Поэтому, Матрёна, сильная сторона Матрёна. Да, спасибо. Уважаемые телезрители, уважаемые друзья, наш суперматч завершился. И с итогами у нас главный судья матча Иннокентий Андросов. Иннокентий Михайлович, вам слово. Да, в эфире спасибо за игру. Позвольте огласить итоги сегодняшнего суперматча между международными гроссмейстерами Тамарой Танцикыжуной и Матрёной Наговицыной. Первые три основные партии разыграны в ничью. Поэтому по регламенту сыграны тайбрейки. И на третьей партии выиграла Матрёна Наговицына. И счетом 4-2 тайбрейки победу одержала Матрёна Наговицына. Ну, позвольте поздравить. Ну, это была действительно очень напряженная игра. До последнего нельзя, наверное, было понять, кто же все-таки выйдет победителем из этой схватки. Так, ну, примите поздравления наши в любом случае. И слово предоставляется... Кому предоставляется, Паша? Ну, во-первых, мы готовы вручать призы, да, и мы приглашаем сюда заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергея Васильевича Месникова. Итак, наш турнир завершился. Завершился с победой Матрёны Наговицыной, с чем мы ее поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Такая царила атмосфера напряженная. И то, что были равные бои, показывает действительно мастерство наших спортсменов. Большое спасибо Томаре Михайловне за то, что вы приняли участие и украсили наш спорт. Спасибо большое. Давайте поблагодарим Томаре Михайловне. АПЛОДИСМЕНТЫ И разрешите вручить вам, победителю и участнику турнира, Тамаре Михайловне, наши призы. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Завершен. Призовой фонд разыгран. Я напоминаю, что сегодня победителем суперматча стала Матрена Наговицына. Она получила сертификат на сумму 150 тысяч рублей. Мы благодарим всех присутствующих в зале, конечно же, вас, дорогие телезрители, что наблюдали за прямым эфиром на телеканалах НВК Сахай, Якутия 24, а также в Башкортостане, в городе Уфа. Ну, и мы на этом с вами прощаемся, конечно, на такой победной ноте. И призываем вас любить шашки, потому что, ну, сегодня, если кто-то впервые наблюдал именно за спортивным соревнованием шашечным, как я, к примеру, действительно, это очень захватывающий, очень непредсказуемый вид спорта. И очень азартный. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»!